Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы завтракаем в самом центре Петербурга между Мойкой и Большой и Малой Морской. И, в общем, всего лишь в паре минут от Невского проспекта. Кафе называется Сон. Здесь очень изысканная кухня, игристая к завтраку. В общем, все, как мы любим. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Ресторан находится по адресу Большая Морская, 16. Красивое помещение в таком очень молодежном стиле. Вот тут бар посреди прям ресторана, потом опять столики, потом кухня. Смотрите, как красиво. Есть столики у окна, когда жаркая погода, эти окна открываются, и там еще есть летняя веранда. Это заведение с самым огромным баром, который я когда-либо видела. Ну, пожалуйста, посмотрите. Три огромных острова, таких длинных. Показываю вам меню. Здесь просто очень замороченное меню, и есть что попробовать, и очень хочется все попробовать. Во-первых, завтраки здесь вот с понедельника по четверг аж до 6, с пятницы, воскресенья, с 10 до 15. Кстати, интересно, почему. Обычно наоборот, выходные завтраки дольше. Игристый идет в подарок. Здесь можно выбрать себе яйца с чем угодно, собрать завтрак, можно выбрать кашу. Но самое интересное, в правом столбике, просто смотрите, какое все необычное. Мы спросили совету официанта, он сказал, что самое необычное зереновное багет с гуакомоле, тунец, это таки, вот, устричный медовый соус, это в восточном стиле, и творожный сыр со свеклой. А также мы заказали шпинатный, как нет, скрэмбл на вриоши с сыровяльным попой и пармезан. Попа это что-то типа прошутто. Еще мы хотели заказать блинчики с мусом из угря и соусом из белых грибов, потому что везде, где есть угрь и везде есть белые грибы, мы обычно стараемся попробовать, но сказали, что сегодня их нет. Это печалька. И вообще, конечно, хочется здесь попробовать все. Что тут по напиткам? По напиткам я решила взять какао, потому что у меня опять перерыв от кофе, и по цене он 350, зато любое молоко входит в эту стоимость, и я попросила на кокосовом, но это не повлияет на стоимость. А Филипп взял американа, индекс американа 220 рублей. Это наш шампусик. О, здесь, наверное, по вечерам живая музыка играет. Микрофон, пепитр. О, предстоящее мандариновое дерево. И вот я вижу мандарин. На, это в тему. В тему. Молоч. Французские брюки, ну, более... А, вообще классная грейс, это не сладкая. Я люблю не сладкое. Если оно даже чуть-чуть сладкое, я уже не могу пить. И да, это, конечно, не шампанское, а именно просека. У них огромный бар на меню. И, собственно, огромный бар, вот, большие холодильники с бухлешком. И, смотрите, все возможные виды бокалов, все возможные виды приспособлений для изготовления коктейлей. Вот одно окошко уже открыто, но начинается дождь. У меня вышел мой альбом, наконец-то. Простите за мой гнусавый голос. То есть я тут была в Москве и немножечко вот простыла. Вышел мой альбом, как я сказала. А, это не горячая, не жаркая, но летняя новинка. Совершенно не заводная, только хардкор, только лирика. Кто хочет погрузиться в себя, можно даже всплакнуть, подумать о своей жизни. Гоу в инфобокс. Слушайте, мне будет очень приятно. Всю пенку сейчас доню, не пеню. Так, нам принесли какаву, и у нас есть претендент. Так, малыш, как тебе какава? Вы посмотрите на этот шедевр. Это мои татаки с дуакамоле и скрэмбл филиппа. Просто, по-моему, шедеврально. Очень мягкий бриош, вот как в этом хобсе. Прям он растворяется, пока его режешь. Здесь на цельно-зерновом багете много-много тунца, обожженного со всех сторон. Ну, смотрите, он в целом, он как и должен быть пенец, он такой сыроватый. Вот это вот крем-чиз со свекольным соком. И даже вот маленькое трепеленное яичко положила. Просто вообще. А у тебя там что? У меня вот этот вот сыровеленный коппо. Это какое-то мясо. Скрэмбл, пармезан. У меня шапочка такая и очень вкусная бриоша. Пробую. Бриоша прям очень мягкий. Так, не знаю, как это резать. Саша, я принадлежу, чтобы вы так не пошли. Спасибо. Но вкус была кружка. Ну, именно я собираюсь, какая, конечно, у меня что-то вкус. Да, по вкусу это вау. Вкус очень мягкий. Вкус очень мягкий. Давай тебе целого кунца дам. Мы только начали, но уже нам как бы понятно, что оба блюда очень вкусные. Только вот это супер насыщенно. Если идти сюда, то ради этого блюда. Это тоже очень вкусно, но просто вкус более привычный. Такое завтракочное блюдо, где есть вкусный бриоша, вкусный скрэмбл, вкусный прошутто. Но вот такого вы точно не ожидаете. Как занять ребенка? Дать ей какао и чайную ложечку. И все, она уже минут 15 хлебает. Я еще какао почти даже не попробовала. Я справилась. Это было вообще несложно, потому что блюда очень маленькая. Да, сахар в фирме Верле. Это кофейня, которая находится практически у нас в сквере, у нас во дворе. Кстати, очень модное место. Ева съела, выпила просто пол чашки какао. Наверное, и хорошо, потому что мне какао показалось слабеньким. Ничего особенного. Насколько мы наели. Вот насколько мы наели. 2020 рублей. В принципе, для такого уровня еды очень неплохо. Вот такой здесь санузел. Тоже в таком очень вечернем стиле. Живые цветы, все на зле. Вы такое видели когда-нибудь? Я далеко не всегда снимаю в туалете, но этот туалет того стоит просто, я считаю, шедевр. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал. Не забудьте подписаться на мою закрытую страничку Boosty, где я делюсь своим творчеством. И всякими подробностями. И не забудьте послушать мой новый альбом лирический. Все ссылки я оставляю в инфобоксе. И до встречи в новых видео. Пока-пока.